Хоккейная «Волга» начинает вкатываться в предстоящий сезон. Главный тренер Сергей Горчаков на встрече команды с руководством области отметил, что тренировочный процесс начался по плану. Вся команда вернулась из отпуска, выполнив домашнее задание. То есть спортсмены поддерживали форму, а значит у них есть желание играть за ульяновский клуб. В свою очередь старший тренер команды Александр Савченко обратил внимание, что «Волге» необходимо больше ледовой подготовки. В середине августа хоккеисты выйдут на лед. В «ФОКе» лидер, а в 20-х числах месяца первые тренировки начнутся на льду «Волга» спорт-арены. И это при том, что матчи Кубка России стартуют 20 сентября. Кстати, Федерация хоккея с мячом обнародовала места проведения первого этапа Кубка России. Матчи западной конференции пройдут в Ульяновске на льду «Волга» спорт-арены. Команды восточной группы сыграют в Красноярске. Своё шествие по Ульяновску продолжает спортивный проект «Все на школьный стадион». Занятия проходят на открытых спортивных площадках каждый вторник и четверг с 18.00. Восемь ульяновских школ во всех районах города выступили в качестве пилотных площадок. Межведомственный проект позволил повысить значимость физической культуры и спорта. Как отметила заместитель начальника управления физической культуры и спорта Альбина Прокопенко, тренировочные площадки не пустуют. Дети из ближайших домов с удовольствием просоединяются к спортивным занятиям. Всего же с начала проекта состоялось более 80 мероприятий. Участники могут попробовать свои силы в различных направлениях – в футболе, гимнастике, лёгкой атлетике и даже в единоборствах. К чемпионатам Ульяновску в этом году не привыкать. Всероссийские и мировые первенства с завидной регулярностью проходят на ульяновской земле. Вот и середина августа будет отмечено ещё одним спортивным событием всероссийского масштаба. На аэродроме «Белый ключ» более 3000 спортсменов поборются за золотые медали 59-го чемпионата ВДВ России по парашютному спорту.